Всем привет! Сегодня я хочу показать вам свой вариант новогоднего макияжа, так как близится год красной обезьяны, мне очень хотелось как-то обыграть красный цвет в макияже, но в то же время я понимаю, что красный макияж глаз это не совсем, наверное, то, что вы искали бы, и то, что большинство людей бы захотело сделать на Новый год, но в то же время мне хотелось что-то придумать с красными элементами, и именно так и родилась моя идея использовать красные стразы. Как вы видите, в целом макияж остался очень нейтральным, в этом и была моя главная задумка, но если вы все-таки хотите его слегка украсить и сделать немножко более интересным, то это как один из вариантов. Надеюсь, что я вас заинтересовала, продолжайте смотреть, и я детально расскажу, как вы выполните этот макияж. Первое, что я буду делать, это наносить базу телесного оттенка на все подвижное и неподвижное веко. У меня это MAC Pro Longwear Paint Pot в оттенке Soft Ochre. Дальше эту базу я продублирую телесным оттенком теней. У меня это оттенок Bare и из палетки Larac Pro Matte. Этот оттенок ничего не должен поменять у вас на веки, но в то же время с ним тени будут намного проще растушевываться. И также этот же оттенок я люблю дублировать вот в этом месте, что я тоже и делаю. Теперь мне нужен какой-то светлый и абсолютно не кричащий оттенок на все подвижное веко, и для этих целей я выбрала оттенок Chiffon из палетки Larac Mega Pro 2. Если присмотреться, то вы увидите, что это очень светлый, холодный розовый оттенок. И с помощью обычной плоской кисти я буду набивать этот оттенок на все подвижное веко. Во внешний уголок глаза я буду носить темно-бордовый оттенок теней, который граничит с коричневым, но все-таки довольно отчетливо в нем виден бордовый. Для этих целей я выбрала все ту же палетку Larac Pro Matte и оттенок Burgundy. И теперь обратите внимание, как я буду его наносить. Я взяла этот оттенок на кисть-карандаш, у меня это ZOEVO 231 кисть. И все, что мне нужно сделать, это приложить этот карандаш по направлению, как будет идти форма моего макияжа. Я хочу сделать более вытянутую, такую кошачью форму, поэтому для того, чтобы мне ее сделать, я просто прикладываю эту кисть вот таким вот образом, задавая направление, то есть вы вот видите, что направление пойдет к кончику моей брови, но в то же время основной оттенок, самый темный, у меня будет именно в этом месте. И дальше все, что мне нужно сделать, это просто потоптаться по подвижному веку этой кистью, и таким образом оттенок сразу растушевывается. Вы не прилагаете никаких усилий практически, но в то же время получаете уже красивый градиент. Но кистью-карандашом не нужно растушевывать неподвижное веко, для этого мы возьмем растушевочную кисть, и с помощью растушевочной кисти пройдемся по неподвижному веку. Сначала растушуем границы, а потом я совсем слегка нанесла на кончик этой кисти все тот же бордовый оттенок, и буду проходиться им по неподвижному веку практически до самого конца, до переносицы. Я наношу этот оттенок и растушевываю к веку, растушевываю все границы. Абсолютно при этом я не надавливаю на кисть. Обратите внимание, что я еле-еле такими гуляющими движениями просто прохожусь по неподвижному веку. Обратите внимание, что веки у меня нависшие. Если у вас та же проблема, то вам нужно наносить тени не в складку, а намного выше, чем в складку. Что я, собственно, и делаю. Я сейчас вот сымитировала новую складку. Именно тогда на открытых глазах макияж будет видно, и он не будет теряться. У меня на канале есть очень много советов по поводу макияжа новейших век. Вы можете посмотреть эти видео. А пока давайте продолжать с растушевкой. Очень плавно я прохожусь. И на этом, в принципе, пока оставляю. Теперь можно переходить к нижнему веку. Я беру все тот же оттенок бордового и начинаю наносить его на нижнее веко. При этом особое внимание уделите вот этой зоне, которая соединяет нижнее и верхнее веко. Если вы хорошо соедините между собой этот участок, то это и будет создавать эффект того, что глаза у вас на самом деле больше. Вот таким вот образом я соединяю и немножко протягиваю этот оттенок кверху. И теперь, если посмотреть прямо перед собой, то я вижу, что вот эта зона у меня немножко более светлая. Для того, чтобы это скрыть и сделать целостную линию, я буду использовать совсем слегка черный оттенок теней. Вы можете брать абсолютно любой, который у вас есть. Буквально совсем слегка я его набрала на кисть и прохожусь вот именно по вот этой вот зоне. И соединяю верхнее и нижнее веко. Таким образом, когда я буду смотреть прямо, будет создаваться эффект того, что у меня сплошная линия здесь идет. И как будто это линия моего века. Во внутреннем уголок глаза я наношу все тот же оттенок шифон, который мы наносили на подвижное веко. И таким образом растушевываю вот здесь вот границу с темным оттенком теней. И захожу также сюда на вот эту петельку. И соединяю всю свою тушевку вместе. Теперь пришло время подводки. Подводку я также буду наносить особым способом для того, чтобы увеличить глаза и сделать более кошачью форму. Если вы подробно хотите узнать, как это сделать и как этого добиться на новейших веках, опять-таки я для вас оставлю ссылку внизу. Или вы можете сейчас нажать на экран и посмотреть это видео. Моя подводка готова. Теперь я буду обильно прокрашивать верхние и нижние ресницы тушью. Ресницы я накрасила, но какой же новогодний макияж без накладных ресниц. Сейчас я снова их буду наклеивать по своему принципу увеличения глаза. Если вы еще не посмотрели то видео, которое я вам рекомендовала, я очень советую вам это сделать. Перед тем, как клеить ресницы. Как только ресницы я наклею, сразу же к вам вернусь и покажу, как закончить этот макияж. Ресницы я наклеила и пока подсыхает клей, давайте приклеим стразики. Все, что мне для этого понадобится, это всего лишь зубочистка. На кончик зубочистки я сейчас буду наносить клей для ресниц. И начиная с внутреннего уголка, ставлю точечку этого клея. Ждать здесь не нужно, сразу наклеиваем стразинку. После того, как вы ее наклеили, но клей еще не схватился, можно ее еще немножко подвигать, для того, чтобы выровнять и симметрично сделать с другим глазом. То же самое по аналогии делаем с двумя другими стразиками. Я думаю, что я остановлюсь на трех, а вы можете делать так много, как хочется, или вообще их не делать, или может быть в другое место куда-то поместить. Также эти стразики классно будут смотреться над стрелочкой, вот в этой вот зоне. Или если у вас глазами доливидные формы, и ваши новейшие веки не скрывают саму, собственно, стрелочку, то можно такие же стразики, достаточно маленькие, наклеить вдоль всей подводки. Тоже будет выглядеть очень оригинально и красиво. И все, что мне осталось делать на этом этапе, это только подождать, пока клей высохнет, после чего я смогу прокрасить накладные ресницы, и покажу вам уже финальный результат. Ну вот и все, макияж глаз на этом закончен. Продолжайте смотреть, и я покажу вам, как я оформила макияж лица. Если говорить о макияже лица, здесь я сильно детально останавливаться не хочу, иначе это видео станет слишком длинным. В последнее время тональную основу и консилер я наношу по технике запечения. Если вам эта техника интересна, если вам нравится, как в последних видео выглядит мое лицо, обязательно прокомментируйте это внизу, тогда я создам отдельное видео, и детально вам расскажу, как выполняется техника запечения тональной основы и консилера. Что еще есть у меня на лице, это всего лишь бронзер. Сегодня я использовала бронзер от NYC, который называется Smooth Skin Bronzing Face Powder, и оттенок Milo Sunny. Это крайне популярный бронзер на YouTube, вот я наконец-то до него добралась, и тоже абсолютно им осталась довольна. Что касается того, что еще у меня на чеках, вы наверняка видите, что у меня очень такой насыщенный хайлайк, и для этого я использовала хайлайтер от ELF, который называется Shimmering Facial Width, и оттенок у него Spotlight. Это холодный белый цвет, собственно, как вы видите на мне. Что касается губ, здесь я могу вам предложить два варианта. Первый вы сейчас видите на мне, я его сделала с помощью карандаша изначально. Это карандаш La Cordie в 364 оттенке. Я всегда использую этот карандаш для того, чтобы просто очертить контуры губ, сделать их более пухлыми и немножко занять их форму. Для этих целей этот карандаш отлично подходит. И заполнила я губы жидкой помадой от Allergy Girl. Это безумно просто стойкая помада, она продержится весь вечер, весь день, да, и в принципе будет держаться, пока вы сами не захотите ее смыть. И смывается она, кстати, только двухфазными средствами, а основные средства ее очень плохо берут. И оттенок это Dreamy. Этот вариант мой личный фаворит, так как глаза все-таки достаточно насыщенные. Мне хотелось губы оставить в покое, но в то же время, чтобы они были выделены. Если вам хочется сделать что-то поярче и добавить красок на лицо, то я вам тоже могу рекомендовать помаду из той же серии, только это уже оттенок Базар. Этот оттенок очень красиво будет подчеркивать этот макияж также. Особенно будет хорошо перекликаться с красными стразиками у вас на глазах. Сейчас вы можете видеть, как этот макияж будет выглядеть с этой помадой. А на этом я буду с вами прощаться. Если вам понравилось мое видео, не забудьте поставить мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы увидимся с вами в следующих моих видео. Пока! Я вам всем сказала, что уже удивлять я вас чем-то сильно не буду, потому что худеть мне уже как бы хватит. Теперь остается только поддерживать то, что у меня есть, но на самом деле за эту неделю я таки еще похудела. Последние несколько месяцев я работаю с диетологом и очень прониклась темой правильного питания, поэтому сегодня я хочу вам предложить два рецепта. Первый это будет закуска, и второй это салат будет.